США расширили санкции против Кремля. В черный список попали, внимание, те российские предприятия, которые занимаются производством химического оружия. Произошло это буквально на следующий день после того, как немецкие медики подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен веществом, которое, по всем признакам, было произведено в военной лаборатории Путина. Вряд ли эти два события можно считать совпадением. Посмотрим, какие именно организации попали в американский черный список. Это 33-й Центрально-научно-исследовательский институт, это три объекта 48-го Центрально-научно-исследовательского института Минобороны России, и это Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Посмотрим, чем занимаются эти организации. На базе 48-го института проводились, между прочим, доклинические испытания вакцины от COVID-19. И санкции против этого заведения, это в том числе, как мне кажется, четкий сигнал миру о том, что российская вакцина на самом деле является попросту опасной для организма. Во всяком случае, есть высокие риски. В конце концов, не зря же американцы отказались испытывать эту вакцину российскую, даже на обезьянах. Сама эта вакцина была испытана только лишь на нескольких десятках человек, и результаты не публиковались ни в одном научном журнале. То есть, на самом деле, об испытаниях вакцины не знает вообще никто. И эта вакцина, соответственно, не попала в список из шести так называемых образцовых вакцин Всемирной организации здравоохранения. Да что ж там говорить, даже российские медики с опасением к ней относятся. Между прочим, как раз сегодня руководитель аппарата Белого дома Марк Медоус вновь подтвердил, что американцы не станут использовать российскую вакцину, и назвал ее не соответствующей вообще никаким стандартам. Российская вакцина была зарегистрирована, не пройдя самого важного этапа третьего, когда в тестирование вовлекаются тысячи и десятки тысяч человек. У США, в свою очередь, одна из вакцин как раз проходит этот третий этап, в котором принимают участие 30 тысяч человек. Медоус пояснил, что, цитирую, «Очевидно, у нас высочайшие в мире стандарты в области здравоохранения и безопасности, и это не то, чем можно жертвовать». То есть российская администрация спокойно может пожертвовать жизнями и здоровьем своего населения ради прихоти Путина, которая заключается в том, чтобы объявить зарегистрированную новую вакцину, а там хоть трава не расти, пусть хоть десятки и сотни людей, а может быть и тысячи, и десятки тысяч попадают в капкан вот этой самой недоработанной вакцины. И вот что говорит Медоус, вы не можете идти в обход правил. Но Путин, конечно же, в обход правил пошел и, как я уже сказал, поставил под угрозу жизнь собственных граждан, а также и иностранцев, потому что мы знаем, что сейчас некоторые страны третьего мира, которые, в общем, являются так или иначе дружественными путинскому режиму, и вроде как хотят получить эту российскую вакцину и будут испытывать ее на собственных гражданах, не завидуя, конечно, населению этих стран. И можно только посочувствовать этим несчастным людям, которые также становятся заложниками этих режимов дружественных в Москве. Ну да ладно, тут сейчас мы говорим о санкциях. Так вот, далее. Понятно, что 48-й этот институт вряд ли оказался блокирован Вашингтоном из-за вакцин. То есть, скажем так, это, наверное, в крайнем случае была вторичная причина. Конечно, в первую очередь, его заблокировали потому, что там происходит, по всей видимости, военное производство опасных веществ. А вот как раз профильным предприятием в этой области является именно 33-й институт, который, внимание, назван в американском документе ведущей научно-исследовательской организации в области радиационной, химической и биологической защиты. В этом институте располагается, между прочим, единственная в своем роде испытательная база, которая позволяет тестировать новые образцы химического оружия. То есть, вот чем занимается Россия. Она испытывает химическое оружие для чего? По сути-то, это оружие запрещено сейчас во всем мире. Но она продолжает экспериментировать с ним. С какой целью? Очевидно, чтобы убивать, устранять своих политических оппонентов внутри страны и за ее пределами. Далее, что касается Государственного института органической химии и технологии, то тут, конечно, его попадание в санкционный список США. Это, в общем, удар по остаткам российской научной отрасли. Потому что, в принципе, данное заведение является гражданским, а не военным. И, вообще-то говоря, оно, по идее, не должно вообще никак участвовать вот в этих безумных авантюристских процессах, затеянных Путиным. Но, тем не менее, очевидно, его вовлекают вот в эти ужасающие античеловеческие проекты. И вот всем этим предприятиям, внесенным Минторгом США, кстати говоря, в черный список, фактически закрывается легальный доступ к американским товарам и технологиям двойного назначения. То есть, если кто-то захочет продать компании из этого списка товар американского происхождения, то Минторг США будет отказывать лицензии на поставку. Это означает запрет на поставки любого товара и любого программного обеспечения американского происхождения, на которые распространяются правила экспортного контроля США. Соблюдать эти ограничения обязаны будут любые компании по всему миру, вне зависимости от их национальной принадлежности и страны отправки товара, если продукт имеет американское происхождение. Ну, то есть, например, если, скажем, какая-нибудь немецкая компания во Франции захочет поставить вот этой российской компании из этого черного списка тот или иной продукт, который в конечном итоге имеет американское происхождение, то вот против этой компании тоже, соответственно, введут санкции. То есть, вот эти пять российских центров окажутся в очень серьезной международной изоляции. Здесь я хочу заметить, что в одном из своих недавних роликов, который я сделал пару дней назад, я подчеркнул, что отравлением Навального Кремль в очередной раз нарушил Конвенцию о запрещении применения химического оружия. А это самое дно, на котором обитают, как известно, наиболее маниакальные и отвратительные режимы изгоя, такие как правительство Сирии, то есть режим осада, и Северной Кореи. Так вот, нынешние ограничения, которые только что ввели США против России, вполне могут стать первым раундом новых санкций за очередное применение химоружия, на этот раз уже на территории самой России против ее собственного гражданина. Кстати, Вашингтон после отравления Скрипаля ввел против России санкции, но только не формально за нарушение Конвенции, о которой я говорил, а за нарушение внутреннего американского национального законодательства, закона от 1991 года, который устанавливает контроль над химоружием, ну то есть фактически, можно так сказать, дублирует вот эту Конвенцию. И возможно, что Вашингтон на этот раз выберет такой же вариант санкционного воздействия на путинскую администрацию. Вообще, формально, конечно, Вашингтон вот прямо сейчас не называет конкретную причину своего неожиданного решения, и он объясняет это общим подходом. То есть, вот эти организации, которые попали в этот черный список, угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов. Понятно, что официально связать эту меру с покушением на жизнь оппозиционера российского в Белом доме пока не могут, потому что расследование этого дела находится только лишь на начальном этапе. Тем не менее, в неофициальном порядке, по всей видимости, американские специалисты уже не имеют никаких сомнений в том, что убить Навального пытались именно российские спецслужбы, и именно с помощью военного яда. Понятно, что почти ни у кого из нас нет сомнения в том, что Кремль действительно напрямую замешан в этой истории, но тем не менее, одно дело догадываться, а другое дело доказать. И вот сейчас как раз, собственно, западные спецслужбы и будут заниматься вот этим вопросом. Вопросом доказательства вины путинской администрации в этом ужасающем деле. Нужно сказать, что путинская администрация реагирует, конечно, крайне, я бы так сказал, слабо, крайне растеряно. Достаточно послушать неуклюжие и корявые заявления, чтобы понять, что на самом деле в российском правительстве просто не знают, как реагировать. То Песков сморозит чушь, что, мол, они удивлены, что немецкие медики заявили об отравлении. То Министерство иностранных дел скажут, что, мол, российскому правительству невыгодно отравление Навального. То вот сегодня Путин, наконец-то, на третий или на четвертый день после покушения на убийство Навального сделал заявление, ну просто нелепое. Он говорит, мол, не надо спешить с выводами. Да выводы уже все давным-давно сделали. А вывод такой, что Путина лично считают ответственным за вот это чудовищное преступление против соотечественников. Ну и, конечно, особенно удивительное заявление сделал Володин, сказав, что, по всей видимости, это, мол, провокации со стороны Германии, Евросоюза против России. Ну то есть старая песня, которая уже, на самом деле, никого давно не впечатляет. И, собственно, на воре и шапках горит, ведь никто на самом деле не обвиняет. Сейчас официально российское правительство все просто требуют от него провести немедленное расследование. И вот когда Володин такие слова говорит, становится понятно, что, конечно, у Кремля попросту нет других вариантов ответа на вот те фактические международные обвинения в адрес Москвы, которые прозвучали из разных стран мира, из Франции, из Германии, в общем-то, и из Соединенных Штатов. И, таким образом, мы видим, что сейчас Кремль оказался, наверное, в наихудшем положении. За последние годы, потому что Навальный признан, в общем-то, лидером российской оппозиции, а Путин признан его убийцей, отравителем Чезаре Боржо современной эпохи. И вот те санкции, которые сейчас США начали вводить, это лишь первый этап, в рамках которого мы понимаем, что реакция уже наступила, и мы можем, соответственно, сделать вывод, что дальше реагирование будет происходить еще более стремительно и еще более жестко. И, конечно, это будут санкции очень жесткие, как со стороны Вашингтона, так и со стороны Евросоюза. Мы продолжим следить за этой историей. Оставайтесь с нами, подпишитесь на Ньюсейдер, при желании поддержите нас через Патреон и другие платформы, которые вы можете найти в описании к этому видео и в первом комментарии к нему. Там все ссылки. Алексею Навальному здоровья, а вы берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok